Добрый, добрый, добрый день! Добрый, 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 добрый день! И этот результат, не только вот этот вот замечательный песочек, шезлонги на море, пальмы, да, это тоже результат. Но это еще и финансовый, конечно же, результат, это еще и карьерный результат, когда, в общем-то, люди будут закрывать новые статусы. Я надеюсь, что это будем мы с вами, и я надеюсь, что за предстоящий год, предстоящий сезон мы с вами как можно больше сделаем результатов, и мы с вами, в общем-то, на следующий банкет директоров поедем огромной-огромной дружной командой. Для того, чтобы это произошло, для того, чтобы на следующий банкет, вот на предыдущем банкете у нас было 44 человека, это была одна из самых многочисленных делегаций из города Самары на банкете. Но это совершенно не предел, и лично мне очень хочется, чтобы на следующий банкет нас было уже не 44 человека, а, например, 100 человек, да? Поэтому, в общем-то, у нас есть четкая дата, к которой мы привязываемся, да, и которая, в общем-то, дает нам возможность держать себя вот в таком вот внутреннем спортивном таком состоянии, да, не расслабляться. Так вот, это дата 14-й каталог 2016-го года. Вот сейчас, например, идет 11-й каталог, соответственно, смотрите, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й. Вот как раз 4 каталога для того, чтобы выйти на 22%, и те, кто поставит перед собой такую цель, и будут ежедневно делать много правильных действий, обязательно своей цели добьются. Ну и, конечно же, среди нас с вами есть люди, которые ставят более амбициозные цели, у них уже есть уровень 22%, они уже директора, и, соответственно, они ставят следующую амбициозную цель, это статус золотого директора компании Ariflame. И помимо премии 2000 долларов, помимо хорошего уровня дохода от 50 тысяч рублей в месяц, помимо всего прочего, всех остальных пряников, так скажем, да, есть еще один, ну, наверное, самый вкусный пряник, который в свое время меня очень-очень нравил, привлекал. И, в общем-то, для меня этот пряник был самым-самым-самым таким, знаете, самым ярким направлением, это, конечно же, поездка за границу от компании. Так вот, с уровня золотого директора в компании обязательно ежегодно путешествия, бесплатное путешествие за границу, и это очень здорово. И вот в предстоящем году, в 2017-м, у нас будет юбилей компании, 50 лет, и компания нам дарит вот такой совершенно уникальнейший круиз по Средиземному морю на двух вот таких сумасшедших лайнерах, будет на каждом лайнере по 3 тысячи человек, и всего будет 6 тысяч участников. Вы представляете, как круто, да? Это не, как я всегда люблю говорить, это не 60 человек, это не 600 человек, потому что иногда люди, знаете, как на жизнь смотрят, ну, это они там где-то что-то как-то. Ничего подобного, ребят, это мы с вами, это нами должны быть заполнены вот эти вот лайнеры, да? Это мы должны поехать на эту золотую конференцию, это мы должны своими собственными глазами увидеть Грецию, увидеть Турцию, увидеть Рим, увидеть Афины, побывать в Афинах на гало-ужине, да? И это будет совершенно крутое вообще мероприятие, это будет незабываемое впечатление, вы потом всю жизнь будете вспоминать, как вы классно отдохнули вместе с компанией, потому что компания обещает сделать это мероприятие просто фееричным, именно это связано с юбилеем. Поэтому наша с вами задача, конечно же, конечно же, конечно же, выполнить эту квалификацию, постараться максимально сосредоточиться на этой квалификации, а для этого нам нужно открыть двух директоров в своей команде, который сделал по 7,5 тысяч баллов товарооборота и самим стать золотым директором, кому-то подтвердить этот статус, кому-то выйти первый раз на этот статус. В общем, вот такая вот у нас с вами амбициозная цель, и эта амбициозная цель также привязана к дате, 14 каталог 2016 года. То есть, смотрите, вот эта дата, да, она ключевая, и эта дата, она нас, в общем-то, должна так вот в рамки вводить определенные, да, у нас нет времени на раскачку, абсолютно, ни дня, ни минуты. У нас задача быстро-быстро-быстро сделать качественный, достойный результат. Ну и по секрету хочу вам сказать, что вчера и сегодня, вот вчерашняя ночь и сегодняшняя ночь – это ночь звездопадов. И вы знаете прекрасно, да, что если увидеть падающую звезду и загадать желание, то это желание обязательно сбудется. Поэтому, ребята, сегодня вечером, когда появятся на небе звезды, смотрим, ищем свою звездочку, загадываем желание, но при этом очень много работы. И тогда все обязательно сбудется. И тогда все ваши мечты, все ваши желания обязательно исполнятся. Ну и, как я и обещала, да, сегодня мы с вами поговорим обводный курс для новичка. Тема достаточно быстрая, да, это не будет длиться час, я так думаю, что мы управимся прям минут за 15-20 максимум. Вот, но это очень важная тема, потому что от того, как вы правильно запустите новичка, от того, как вы с ним правильно пообщаетесь первые часы, дни после регистрации, от того, как вы ему четко покажете ту перспективу, которая, в общем-то, перед ним вырисовывается, зависит, какой выберет новичок путь. Либо он останется просто человеком, у которого будет личная скидка на сайте, и он будет изредка приобретать для себя продукцию, да. Либо же этот человек выберет путь развития, выберет путь карьерного роста, начнет развиваться, начнет выходить на новые статусы, и, соответственно, будет увеличивать товарооборот, соответственно, он будет зарабатывать деньги, и, соответственно, у вас появится в структуре директор. Вот от этого очень многое зависит. Итак, что же, в принципе, такое вводный курс для новичка? Это та самая вторая встреча, о которой мы так часто говорим, да. То есть вот вы с человеком пообщались первый раз, вот он вам сказал, что да, мне интересно с вами сотрудничать, вот вы провели его данные на официальном сайте, и эти данные, в общем-то, уже позволили ему иметь личный кабинет на официальном сайте, соответственно, вы уже и компания ему прислала смс-очку с номером и паролем для выхода на официальном сайте, и он уже подтвердил свой вот этот вот открытие своего интернет-магазина и ввел четырехзначный код, который, в общем-то, как ключик от магазина, да, который открывает его магазин. Вот все случилось, все замечательно, все здорово, и вот теперь наступает самое главное. Что же является самым главным? Это второй звонок, да, от вас. Обязательно вы делаете второй звоночек, который и будет являться вводным курсом для новичка. Вы должны его ввести в суть вопроса, вы должны ему обозначить первые его шаги, вы должны его четко направить в правильное русло для того, чтобы у него, в общем-то, появилось четкое понимание своих дальнейших действий. Итак, значит, как же это у нас выглядит? Ну, понятно, что вы приветствуете своего новичка, когда вы ему позвонили, да, и более с ним, более тесно знакомитесь, да. Мне, например, очень сейчас нравится наш чат для новичков, потому что мы каждому новичку задаем вопросик и просим его написать немножечко о себе, да, чем он занимается в жизни, почему он принял наше предложение, что его вдохновило в этом предложении. И мне очень нравится, когда новички это пишут, потому что, ну, во-первых, это объединяет нас с вами, да, и они уже чувствуют себя частью команды. Во-вторых, опять же, это лакомцевая бумажка, да, если новичок, пришедший к нам в организацию, ленится даже написать несколько слов о себе, ну, что говорить о том, что он и дальше, скорее всего, будет тоже, в общем-то, с ленцой, да, соответственно, вряд ли сможет давать быстро какие-то большие, хорошие, достойные результаты. Если же новичок пишет для спонсора, для его наставника, это уже сигнал, сигнал о том, что этот человек активный, сигнал о том, что этот человек выполняет четкие инструкции и сигнал о том, что на него надо обратить конкретное, отдельное внимание и уже начать с ним плотно-плотно сотрудничать. Но вне зависимости от того, написал в чате новичок о себе или не написал в чате новичок о себе, вы обязательно должны ему провести вводный курс. Этот вводный курс вы проводите сразу же после регистрации. Желательно, чтобы это было не позднее, чем первые сутки, максимум двое суток, но не позже, потому что, в общем-то, если это перенести на более поздний срок, то новичок ваш просто остынет и, может быть, даже уже и замудит, да, что он принял какое-то предложение, чего-то там хотел, может уже как-то переориентироваться на что-то другое. Поэтому вводный курс должен произойти, ну, желательно в первые сутки после регистрации. Итак, значит, вы поприветствовали, вы поближе познакомились, рассказали немножечко о себе, если вы до этого не рассказывали, у него спросили, чем он занимается, еще раз для себя напомнили, да, потому что вот я, например, с очень большим количеством людей общаюсь ежедневно, и я всегда людям говорю, что если я задаю вопрос, вы отвечаете, ничего страшного, если это повторно, ну, любому человеку приятно о себе рассказывать, почему бы и нет, да? Ну и, конечно же, мы с вами рассказываем человеку о трех вариантах сотрудничества. И вот тут очень важный момент. Первый вариант сотрудничества вы называете бизнес-сотрудничество. Вот, то есть, не задом наперед, пожалуйста, я вас прошу, да, не о скидочках вы сначала говорите, вы рассказываете о трех вариантах сотрудничества и говорите ему, что первый вариант сотрудничества с нами – это закрыть статус директора своего интернет-магазина до ближайшие 4-6 месяцев. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно будет ежедневно обучаться. Обучение у нас идет на вебинарных площадках. Дальше нужно как можно быстрее включиться в работу и проводить у компьютера ежедневно 3-5 часов в день. График у нас абсолютно ненормированный, у нас нет жесткого графика. Соответственно, когда будут эти 3-5 часов? Это могут быть утренние часы, это могут быть вечерние часы, это могут быть ночные часы. Если честно, самая большая активность в интернете начинается после 8 часов вечера и продолжается до 2 часов ночи. Поэтому вот эти 6 часов, они самые-самые-самые активные в интернете, самые удобные для рекрутинга, самые удобные для общения, самые удобные для роста и развития. Как это ни странно звучит, да? Именно это время. Поэтому, в общем-то, мы говорим об этом. И что будет в итоге, если человек, в общем-то, принимает эти условия? В итоге, он выйдет на доход от 25 тысяч рублей в месяц, и дальше этот доход будет только увеличиваться. За то, что он выйдет на статус директора компании, мы заплатим премию тысячу долларов. Причем, наша компания одна из немногих на рынке России, которая, во-первых, оставила премиальные, также в пересчете с долларового эквивалента по курсу Центробанка. Что это означает для нас с вами? Для нас с вами это означает только одно, что рост доллара, который произошел за последнее время, нам с вами только на руку. И люди, которые закрывают новые результаты, конечно же, они получают достойные очень премии в связи с тем, что все эти премии выплачиваются по курсу Центробанка. И, конечно же, приглашение на двоих, в Москву, на банкет директоров. И тут очень важно, особенно если вы были уже на этом банкете, очень важно, вкусно поделиться своими впечатлениями об этом банкете, как это круто, как это здорово, как это достойно. Например, последний банкет у нас был на территории ВДНХ, в самом-самом-самом модном павильоне, 3D-технологии, когда все были участниками этого банкета, и экраны находились вокруг нас, и на сцене тоже происходило какое-то действие. Это вкусно накрытые столы, это официанты у каждого стола, это красивые наряды, которые в обычной жизни женщина одевает максимум 2 раза, на выпускную и на свадьбу. В нашей работе мы ежегодно, ежегодно бываем на разных таких светских раутах, мероприятиях, и, конечно же, наша задача красиво на них выглядеть, потому что это фото, поэтому у нас есть возможность одевать красивые достойные наряды, в общем-то, не только 2 раза в жизни, а ежегодно, а лично у меня получается, ну, минимум, я не знаю, раз 5 в год точно. Вот, поэтому, в общем-то, это как раз такой вот образ жизни, о котором все мечтают. Это как раз этот образ жизни, который, в общем-то, в нашей голове ассоциируется с роскошью и красотой. И вот у нас получается как раз такая ситуация, что если мы хорошо работаем, мы не просто хорошо зарабатываем, мы как раз выходим вот на этот образ жизни, который, в общем-то, в нашу жизнь приносит вот эту вот сказку. И эта сказка абсолютно на его, она, ну, совершенно не сказочная, да, это обычная жизнь любого директора компании Reflame, о которой, в общем-то, обычные люди даже и не смеют зачастую мечтать. Дальше, второй вариант сотрудничества с компанией, если вдруг человек по каким-то причинам еще не готов к активным действиям, то пока его задача разместить активационный заказ для того, чтобы его вот этот вот интернет-кабинет, личный интернет-магазин, компания не терминировала. Ну, да, такое вот слово, терминация не очень приятная может быть на слух, но так оно и есть. Дело в том, что в компании существуют условия, если человек не активировал свой интернет-магазин, то, в общем-то, компания считает, что он был открыт ошибочно. Ну, в общем-то, это абсолютно логично, да. Соответственно, задача каждого человека, который пришел в нашу организацию, вне зависимости от того, какой вариант сотрудничества он выберет, это, конечно же, быстренько активировать свой интернет-магазин для того, чтобы компания увидела, что да, есть реальный человек, за которым этот интернет-магазин прикреплен, и, соответственно, в общем-то, Ну, не трогала этот интернет-магазин, и, в принципе, тогда будет время на раскачку, тогда можно будет посмотреть, начать посещать обучение, начать вникать, и, в общем-то, потихонечку, может быть, все равно включиться рано или поздно в эту деятельность, тем более, что принцип построения нашей команды заключается в том, что вне зависимости от того, насколько человек активно включился сразу в работу, то мы в любом случае начинаем наполнять его интернет-магазин покупателями. И так достаточно часто бывает, что через некоторое время человек, в общем, видя или узнав от нас, что у него уже некоторое количество покупателей, 10, 15, 20, 50 бывает, да, он говорит, а что, я же ничего не делал, а откуда все эти люди? И уже опять есть тема для разговора, и зачастую такие люди включаются в процесс, потому что, в общем-то, они понимают, что, да, система работает. Но это произойдет только в одном случае, если человек активировал свой интернет-магазин и провел вот этот вот активационный заказ на любую сумму, потому что только в этом случае интернет-магазин будет запретен за его именем. И есть у нас третий вариант сотрудничества, это просто покупать со скидкой 20% для себя и членов семьи. Конечно же, ни о каких доходах в такой ситуации мы не говорим, ни о какой карьере мы не говорим, да, это просто, ну, как обычная дисконтная карта в таком случае получается. Хотя тоже бывают случаи, что люди через некоторое время включаются и тоже, в общем-то, начинают расти в карьере, да. И вот в конце концов мы спрашиваем, какой вариант вас привлекает больше. Вот нам человек говорит о том, какой вариант его привлекает. Чаще всего, вот, ну, по моей практике, да, говорят про первые два варианта. Либо они говорят, мне нужно быстро, я хочу быстро выйти на уровень дохода, я уже готов, скажите, что конкретно нужно делать. Либо они говорят о том, что, ну, вот я не знаю, мне нужно присмотреться, можно я вот пока вот там выхожу, посмотрю. Можно, можно походить, посмотреть, но долго не затягивайте, потому что, в общем-то, время идет, время бежит, и что будет завтра, никто из нас с вами не знает. Как изменится ситуация, как изменятся условия даже в интернет-рынке. Поэтому, в общем-то, лучше включаться в процесс как можно быстрее, по той простой причине, что сегодня мы точно знаем, как сделать быстрый результат. Ну, вот таким образом, то есть второй пункт, мы рассказываем о трех вариантах сотрудничества. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня услышали и поняли, то, о чем я вам сейчас рассказала. Дальше, третий момент, о чем мы говорим с человеком, мы как раз еще раз говорим с ним о важности первоактивационного заката. Я, в общем-то, уже вам сказала более подробно, почему это важно, да. И мы с человеком выбираем, выбираем те продукты, которые ему реально нужны, да. Вот тут такой момент, кто-то, например, говорит, ну вы же говорили, что нет никаких вложений. Нет, на самом деле никаких вложений нет. Зайдите, пожалуйста, в ванную комнату, да, и посмотрите, а что у вас реально на самом деле заканчивается, ну, в ближайшую неделю-две, да. Может быть, это зубная паста, может быть, это гель для душа, может быть, это мыло жидкое, может быть, это, я не знаю, там, шампунь, кондиционер, еще что-то, еще что-то. Я уж молчу о том, что каждая девочка может заглянуть в свою косметичку, да, и про много-много другое. И вот именно это, пожалуйста, начинаем вырабатывать привычку, мы не бежим на сторону, а в сторонний магазин по той простой причине, что нам это просто невыгодно, понимаете, ребят, тот же шампунь в любом случае, как только он закончится, надо будет приобрести, вот в любом случае. Но скажите мне, пожалуйста, вот обычный традиционный предприниматель, если у него свой магазин, ну, допустим, вот обычный магазин, в обычном понимании, не интернет-магазин, да, и в этом магазине у него продаются средства личной гигиены, и у него дома они заканчивают. Вот скажите мне, пожалуйста, где он возьмет следующее средство личной гигиены, которое у него дома заканчивается, если у него есть такой магазин? Напишите мне, пожалуйста, где он возьмет это все? Он у себя же это купит, причем, конечно же, по себестоимости, да, потому что он себе же не будет делать накрутки, либо он пойдет в соседний магазин к другому предпринимателю и купит у него с формулировкой, я даже не понимаю, какой, если честно. Это должна быть формулировка, я сумасшедшая, например, да, не покупаю в своем магазине, не делаю себе товарооборот, не получаю с этого доход, а иду к соседу, ему делаю доход, да, ну, вот это вот вообще нереальная совершенно ситуация. Правильно, вот, у себя в магазине, конечно же, он у себя в магазине купит. И вот у нас, например, та же самая ситуация, ребят, например, в этом каталоге зубная паста у нас стоит 99 рублей, наша с вами цена в нашем интернет-магазине 76 рублей без накрутки. Ну, неужели я пойду, я не знаю, в Магнит Косметикс покупать пасту Блендомед, которая на сегодняшний день стоит 180 рублей, если у меня есть паста гораздо лучшего качества, такого же объема, с четко заявленными свойствами, которая полностью проверена зубными врачами Швеции, да, и одобрена ими, ну, неужели я пойду покупать зубную пасту Блендомед на сторону и не куплю у себя за 76 рублей очень высокого уровня качества зубной пасты. Ну, это же бред, правда же. Конечно же, я куплю у себя, это совершенно лично для меня не вопрос. Мало того, что я себе куплю для себя, я своим родителям куплю эту пасту, конечно же, в обязательном порядке, да, потому что им тоже надо идти в магазин ее покупать. Конечно же, я своим друзьям скажу о том, что у нас сейчас такая сумасшедшая скидка, и им еще куплю зубную пасту. Только на одной зубной пасте я уже смогу сделать определенный товарооборот, потому что у меня достаточный круг общения, и все эти люди чистят зубы. Вы знаете, я обычно не общаюсь с людьми, которые не чистят зубы. Поэтому, в общем-то, получается вот такая вот история, да, вот вы про это, собственно говоря, и рассказываете, про важность первого активационного заказа. Ну и дальше мы даем задание в зависимости от выбранного варианта сотрудничества, да. Итак, какие у нас есть варианты, да, вот три у нас варианта мы говорили, да, и вот наше, пожалуйста, задание. Так как мы проговорили с человеком, да, какой вариант сотрудничества его устраивает, то у нас есть три варианта заданий для этих людей. И каждому из них вы даете какой-то один из этих трех, да, вот здесь все три написаны, вы даете один из трех. Итак, если человек выбрал бизнес, если человек выбрал быстрый рост, если человек выбрал активное развитие, тогда мы ему даем задание. Первое задание – посмотреть вебинары «8 видов дохода. Успешный старт». Ну, обязательно, конечно же, мы его приглашаем на вебинар «Суть проекта», который у нас идет ежедневно в 20 часов по московскому времени на нашей вебинарной площадке. И обязательно после этого вебинара мы с ним созваниваемся, уточняем, что он понял, как он понял и какие у него возникли вопросы. Дальше второй момент. Мы обязательно ему говорим о том, что ему нужно прямо в ближайшее время сегодня желательно разместить первый активационный заказ. Дальше даем задание создать первые рабочие странички. То есть мы сразу включаем новичка в рекрутинг. И, конечно же, написать список знакомых, да, почему я тут не написала. Написать список знакомых, создать первые рабочие странички. И тот и другой вариант – это, конечно, быстрое включение, это начало рекрутинга. То есть объясняем, да, почему нужно писать список знакомых, объясняем, для чего нужно рабочие странички и даем вот такое задание. Дальше мы ему даем задание прочитать книгу «Бизнес-трафарет», она называется. Она легко находится в интернете и легко абсолютно читается, там что-то порядка буквально там 37-40 страничек, да. И опять же, вот это вот задание прочитать эту книгу – это тоже такой вот, ну, экзамен небольшой для новичка, да. Если он у нас быстренько прочитал эту книгу и уже сказал, да, я прочитал, все очень интересно, тоже мы делаем вывод о том, что человек активный, он готов к активным действиям. И опять же, ему начинаем уделять чуть больше внимания, чем всем остальным. Если человек говорит, ой, нет, я не успел, мне некогда, еще что-то, ну, в общем-то, понятно, да, какой вывод можно из этого сделать. Дальше. Обязательно подписаться на канал в Ютубе, ну, вот здесь мой канал указан, да, проект «Кул» обязательно, вот у Ани Горбачева, проект «Кул» Анны Горбачевой есть канал, да. То есть подписывайся на канал как выше стоящего спонсора, так и своего непосредственного спонсора. Обязательно. Для чего надо, ребят, подписываться на канал? Как только вы сделаете подписку на канал, у вас будут приходить уведомления о размещении новых видео на канале. И тогда вы не пропустите никогда ничего интересного, потому что все видео, которые мы размещаем на нашем канале, это видео, которые влияют на развитие бизнеса. Дальше. Мы добавляем этого человека в чат команды и в чат везунчики. Чат везунчики – это у нас чат для новичков, и он специально так назван, потому что, ну, я, например, искренне считаю, что человек, который пришел в нашу организацию, он, ему безумно повезло, потому что, в общем-то, такой профессиональной организации, ну, достаточно трудно найти, да. У нас организация, во-первых, очень высокопрофессиональная, а, во-вторых, у нас организация очень позитивная. Вот эти вот два пункта, да, вместе дают, конечно же, замечательные результаты. Ну, и обязательное задание – ежедневно общаться со спонсором, обязательно создать план развития, да. И я вам говорила о том, что мы с новичком обязательно в первый же каталожный период стараемся, если, например, он только в начале каталога пришел, мы ему ставим цель 9% за первый каталог. Если он уже, например, в середине каталога пришел, значит, 6% за первый каталог. Но в любом случае мы ставим новичку цель, потому что человек должен двигаться в каком-то заданном направлении. Так, мы отсылаем запись вебинара. Тонь, либо отсылайте, либо подписывается он на канал и сам смотрит. Все зависит от новичка, исходя из того, какой он, да. Если сам активный, то пусть сам ищет, да, не надо прям все вопросы за него решать. Если чувствуете, что он в интернете не очень так вот комфортно себя ощущает, плавает, и чтобы не потерялся, и чтобы выйдет на канал, и увидев там больше 100 видео, не перепугался, значит, записи просто отсылайте, ссылочку на запись, пусть смотрит записи. Все зависит от новичка. Итак, вот эти мы задания с вами сделали, да. Если человек пока присматривается, то есть он выбрал второй вариант. Я пока буду присматриваться, я, ну, вообще посмотрю, что за команда, как быстро, я включусь, я еще пока не знаю, но, в принципе, мне вопрос интересен, да, в перспективе. Тогда что мы делаем? Мы ему тоже даем два вебинара, также мы его приглашаем на суть проекта, и потом выясняем, что он понял, и также даем ему вебинар «Восемь видов дохода». Вообще, вебинар «Восемь видов дохода», он очень важный вебинар. Дело в том, что очень многие люди, посмотрев именно этот вебинар, говорят, о, я понял, да, я хочу включиться, да, на самом деле это интересно. Потому что до этого, даже вот когда человек просмотрит суть проекта, он не до конца понимает вообще суть, не сразу включается, может быть, процесс, и «Восемь видов дохода» его, ну, как бы вот в мозгах все по полочкам расставляет. Поэтому вот в любом случае старайтесь всем давать этот вебинар, пусть смотрит. Если человек посмотрит, включаемость его может оказаться гораздо выше. Дальше мы ему говорим про активационный заказ, любой, чтобы не пропал номер, иначе все люди, которых мы потом впоследствии заинвестрируем под этого человека, они просто-напросто потеряются. В смысле у этого человека потеряются? У нас-то они никуда не денутся, не потеряются, они у нас все на перечет, мы все это знаем, да? Но у него это все пропадет, и поэтому, в общем-то, чтобы этого не произошло, нужно сделать активационный заказ, чтобы интернет-магазин за ним закрепили. Дальше, даем информацию о продукции, да, то есть вот он присматривается у нас, и мы ему помогаем сделать активационный заказ, мы ему рассказываем, на что конкретно нужно обратить внимание в данном конкретном каталоге. Ну и, конечно же, даем расписание вебинаров, и как спонсоры напоминаем о вебинарах. Помните, пожалуйста, о том, что новичок, он, ну, пока еще не внутри этого процесса, у него какие-то есть и другие жизненные задачи, да, и он может не посещать вебинары только по одной простой причине, потому что он забыл, просто элементарно отвлекся, забыл и не вспомнил, да, даже вот вы уже, да, такие акулы бизнеса, и то я кому-то из вас там сейчас слала напоминалки о том, что начинается вебинарка, хотя казалось бы, да, вы вообще живете внутри бизнеса, и для вас этот бизнес, в общем-то, он вас кормит, он для вас очень важен. И то забываете, отвлекаетесь еще где-то как-то. Представьте, как он, как новичку, да, для него это совершенно новая сфера жизни, и он еще пока в этой сфере не чувствует себя комфортно так, как вы. Поэтому обязательно напоминаем своим новичкам о вебинарах, обязательно напоминаем, даем им ссылочку, да, обязательно смотрим, чтобы, помогаем им первый раз выйти на вебинар, потому что, опять же, нам кажется, что такого, да, нажал кнопочку, зашел на вебинар, что тут вообще элементарно. Ребята, есть люди, которые вообще, отродясь, не знают, что такое вебинар, они когда с ними не встречались, и, в общем-то, у них в голове, ну, совершенно это не элементарно. И они боятся, они, очень многие люди, например, считают, что когда они выходят на вебинар, их будет видно, и они стесняются, и это дам их слышно. И ваша задача – объяснить человеку, что на вебинаре его не видно и не слышно, это он видит и слышит спикера, это он может в чате задать вопрос, и спикер видит этот вопрос, и с удовольствием на него отвечает. И первый раз даже, вот знаете, как если чувствуете, что новичок такой вот, ну, нерешительный, выйдите, когда площадочка пустая, да, выйдите с ним, потренируйтесь, скажите, давай прямо сейчас потренируемся. Вот я выйду, и ты выйдешь, вот ты меня увидишь, я тебя увижу именно в чате, мы друг друга увидим, да, ты увидишь, что вот мы с тобой вышли на вебинар. Давай, вот прямо сейчас нажимай кнопочку, вводи заглавную букву «З», в скобочках пиши инициалы своего спонсора и свое фамилии и имя, да, вот написал, написал, молодец, теперь это навсегда сохранится, в следующий раз тебе даже это писать не придется. И нажимай кнопочку «Войти». Вот вы вместе вышли, на телефончик в этот момент снизу сети, видишь меня? Отлично. Вот видишь, ничего не видно, ничего не слышно на площадке, потому что мы с тобой оба вошли как гости. Вот прямо вот так вот надо потренироваться. Не пожалеете 3-5 минут времени для того, чтобы это сделать, потому что люди все разные, для кого-то это будет очень важно. Ну и, конечно же, если человек выбрал третий вариант потребителя, то есть он говорит «Нет, нет, нет, я вообще зарегистрировался просто для себя, вот мне тут сказали, что у меня будет личная скидка, меня это устраивает, не хочу бизнес, ни к чему присматриваться не собираюсь». Опять же, это пока. Опять же, может быть, со временем он пересмотрит эту позицию. Опять же, конечно же, тот момент, как мы строим команду, вот этой вот морковочкой, друг по другу, в некоторое время у него тоже появится большая организация, покупатели в его интернет-магазине, и вполне возможно, что поняв уже, что произошло, он включится в этот процесс. Но на сегодняшний день мы ему, в общем-то, даем вот такого вида информацию, да? Мы ему даем информацию о продукции, а обязательно упоминаем наше направление в wellness, потому что, во-первых, это направление очень важно для здоровья, очень важно для энергии человека, а во-вторых, это направление, которое, в общем-то, высокобаловое. Соответственно, это и человеку будет выгодно, да, как лично, так и для бизнеса, да, и вам, как спонсору, будет очень выгодно. Если человек поймет и перестанет брать, например, витамины на стороне, а будет брать именно в своем интернет-магазине. Дальше, даем ему информацию об СПО, спосерсовском пункте обслуживания, который находится, ну, близко от него, где он сможет в итоге получать свой заказик, потому что тоже новички, они не очень понимают, они говорят, ну, сделаю я заказ, а как я его заберу, а где я его заберу, вы должны им это все объяснить, и снять тоже вот этот барьер. Дальше, даем ему информацию о текущих акциях, каталогах и компаниях, да, вот, например, сейчас идет распродажа в интернете, да, на нашем сайте, вы должны дать человеку информацию о распродаже. Дальше, сейчас идет акция в каталоге, например, да, берем наборчик, то есть мы можем взять один из самых ходовых наборчиков, вот этот вот, да, всего 499 рублей по цене, туалетной водички, да, по цене туши целый набор, куда входят целых 3 наименования, всего-навсего при заказе на 990 рублей. И в каждом каталоге, и в этом, и в последующем, во всех остальных всегда есть драйвер каталога. Всегда есть какое-то вкусное предложение от компании, да, в общем-то, которое привлекает людей, которые стимулируют людей на личной покупке в собственном интернет-магазине. Вот, поэтому вы про это должны человеку проговорить обязательно, потому что у него еще вот такого бумажного каталога нету. И когда он заходит, например, на свою личную страничку, в личном кабинете какие-то вещи, он, ну, может пропустить, не заметить, не понять, так как он новичок, и может кто-то в принципе не понять, что это так. Дальше, обязательно мы рассказываем про стартовую программу, 4 шага стартовой программы, о том, что у новичка есть выгода более 13 тысяч рублей, если он включится в эту стартовую программу. И, конечно же, рассказываем про выгоду личных 150 баллов. Почему? Потому что в таком случае его личная скидка составит не 20, а сразу 30 процентов, да, и, соответственно, это тоже может привлечь вашего личка. Даже если он до этого говорил, что он просто для себя просто потребитель, то вполне возможно, услышав о выгодах 150 баллов стартовой программы, он с удовольствием начнет делать эти объемы, и, в общем-то, не заметит сам, как втянется, ему понравится, и благополучно перейдет в разряд уже не просто потребителей, да, а наших партнеров. Ну и, конечно же, проговорить с человеком, какие вообще в принципе у него любимые продукты. Может быть, у него уже есть какие-то любимые продукты именно в нашей компании. Может быть, у него в принципе в жизни есть какие-то предпочтения, да не может быть, а точно есть какие-то предпочтения, и хорошо бы, если бы он озвучил эти предпочтения, и бы ему подобрали аналоговые средства из нашего интернет-магазина для того, чтобы он легко поменял одно на другое, и в итоге обязательно получил удовольствие. Поэтому, ребят, вот это ваша обязательная процедура, да, обязательно проводим вот такой вот вводный курс для новичка, обязательно проговариваем с новичком именно те пункты, которые важны для каждого из нас с вами, да, и, конечно же, обязательно смотрим, чтобы все вот эти вот пункты, они соблюдались, да, и чтобы наш новичок всегда четко знал свои дальнейшие шаги, всегда четко знал, что конкретно ему нужно делать в той или иной ситуации, и всегда четко уже сам мог, если особенно он пришел в бизнес, мог сопровождать уже своих новичков, да, по тем же самому, по тому же самому плану, по тем же самым пунктам. Поэтому у вас должны быть скриншоты вот этих вот пунктов, да, и, соответственно, вы должны дать, в общем-то, человеку прямо буквально под запись в дальнейшем, особенно если он выбрал бизнес, да, о чем он должен взговаривать с новичком, либо вы ему даете, опять же, запись вот этого видео, вводный курс для новичка, просмотрев который, он легко сможет воспроизвести. Помните о том, что наш бизнес очень-очень-очень простой на самом деле. Ничего в нем нет сложного. В нем есть какие-то четко оговоренные шаги, выполняя которые вы всегда сможете расти и развиваться в этом бизнесе, вы всегда сможете выйти на серьезный уровень дохода, и вы всегда сможете четко повторить свои действия с новыми новичками и научить их делать ровно те же самые действия. И ваш доход зависит от того, как быстро вы научитесь включать своих новичков в работу, как быстро вы им объясните их первые шаги, и как быстро вы научитесь их зарабатывать деньги. Только в этом случае компания вам также готова платить деньги за обучение, за развитие новых интернет-магазинов. Ну что ж, на этом, в общем-то, я закончила эту тему. Желаю вам огромных-огромных-огромных успехов и быстрого-быстрого развития в бизнесе.